Всем привет, друзья мои! Как и обещала, показываю вам свои вареники. Еще огромный такой поднос у меня в морозилке я спрятала. Записываю это вечером. Сейчас буду отваривать. Вот здесь вот варится у меня, жарится зажарка. Здесь компот вишневый. Вот такой суп я приготовила щавельный с яйцом. А с вишней не получилось. Знаю почему, у меня все потекло, и я решила вообще их не пользоваться. Один, три штуки вот так вот испортилось у меня, и я решила вообще не делать с вишней, а сварить компот. Вот такие вареники получились. Супчик с щавелем с яичком. Компотик. И вот мы идем ужинать. Приятного всем аппетита! Думаю, что понравится Эндеру. Если честно, я так устала. У меня вот эти вот все пальцы болят. Но, знаете, тесто, цвет вареников такой красивый, камера не передает. Просто сейчас попробую оно, какой оно вкус. И передам вам о моих ощущениях. Мммм, вкусное. Раньше я никогда не делала заварное в тесто. А сейчас супер! Приятного аппетита! Всем доброго утра, мои лопулечки, лопатулечки! Посмотрите, какой красивый хачапури у меня получается. Вот это тесто из йогурта. Посмотрите, как оно поднимается. Оно у меня в морозилке. Я его вытащила. Ну, посмотрите, какая красота. Перевернула сейчас. И вот сейчас будет скоро готово. Маслечком так помазала. Очень вкусно. Вчера налупались вареников. Сегодня я буду на разгрузочном дне. Очень тяжело мне было. Даже не знаю, почему-то опухло с утра. Наверное, много воды выпила. И вот поспала сегодня хорошо. Суббота. Так что вот такое вот. Вот мне компотик здесь. Сегодня я сказала Ашкему. Макароны тебе отварю. Много еды. Не буду готовить каждый день. Суп есть. Макароны сварю ему. И пускай кушает на здоровье. Ну, а у меня есть эти кабачковые куриные котлеты. Пожарю себе. Какая замечательная сегодня погодка. Так солнечно. А субботка... Я не знаю, может, пойдем погуляем. Наверное, нет. Скорее всего, у меня очень много работы в интернете. И гулять мне некогда. Что я буду делать? Наверное, сегодня помою балкон свой. Вот возьму себе в руки. Приведу в порядок балкон. Я думаю, что уже погоды плохие ушли. И займусь сегодня уборкой. Мои лапулечки. Солнышко так греет. Классно. Сейчас покажу себя тоже. А вот и я, мои дорогие. Все, хачапурка готова. Сейчас я накормлю своего мужа. Я сегодня чем занималась? Я сделала себе маску, массаж. Что-то встала. У меня эти были отечные глаза. Массажировала долго. И думаю, надо сегодня посидеть на диете. Ну, хотя бы какое-то время. И привести себя в порядок. Видите, да? Как немножко осталось. А то я встала. Вообще были перекрыты так. Ну, вот решила одевать свои шмотки дома. Не так ли? А для кого, я спрашиваю, если не ношу скорое платье, одену свое красивое? Всем привет! Погода сегодня в Мерсине. Замечательно. Ветер. У меня голова болит, потому что меняется. Померила давление нормальное. Ну, какие-то периодические спазмы. А чем я занимаюсь? Вот вчерашний мой балкон. А тут Светлана уже испачкала его. Девочки, мальчики, вы подумайте, что я ненормальна. Но я это обожаю. Многие мне советуют купить цветы готовые. А я люблю выращивать их с вот таких семян. Я сейчас посадила лук, который у меня пророс. Посадила сюда мамардику. Здесь почистила кустики. Здесь стрелочки сорвала. Уже вот, видите, новые пустила. Там посмотрела, здесь посмотрела. На том балконе. Вот ухаживаю за моими цветочками. Кстати, у меня... Видно вам хорошо или нет? Авокадо пустила. Стрелочки. Вот еще одна косточка. И я еще посадила сюда в землю. Потому что, помните, я вам показывала в воде, никакой корень не пустил. Посмотрим, как что будет. Я вот именно хочу такую комбинацию сделать. Хлорофилл же это называется, не так ли? И тут вдруг авокадо. И сейчас хочу что-то еще придумать. Ой, что-то я здесь заметила. А, это просто цветочек. Да, посадила я. У меня же этот испортился. И я посадила семена. Это такое однолетнее, но зато красивое будет. По-моему, сиреневые цветочки. Асот, кажется, не знаю я. Посмотрим, да? Вот остались у меня семена. Так, ну и сейчас я посажу еще что-нибудь, куда-нибудь. Горшочек. Вот здесь вот я решила лучок, но мне нравится. Сейчас попробую и чесночок. Вот такая я больная. Ну а что делать? Надо же себе искать развлечения, приключения. И драконий фрукт. Все-таки я осмелилась в середину его посадить. Не знаю, как он примется. Хотя бы принялась. Там еще два есть росточка. Ну все, девочки, пошла я работать. Ну а вот и я. Вот и я. Привет, привет, мои хорошие. Сейчас еще вот посмотрела. У меня есть такой лучок. Пускай растет. Светлана огород устроила. А что делать Светлане? И чесночок тоже посажу. Опасно. Чем же, черт не шутит. Будет у меня огородик свой. Петрушку еще надо будет посадить. Петрушку там надо. Семена у меня нет. Так, и что я еще хочу посадить? Я смотрю, что у меня вот этот цветок. Вот этот цветок, да? Видите? Пошел новый листочек. Все, корни. Все принялось. Так, сейчас, что я буду делать? Вот у меня, помните, были такие цветочки? Вот такие вот. Видите? И я их сделаю комбинацию. Красиво будет вместе с этим. Я не знаю, где здесь семена. Но что-нибудь, может, и получится. Вот. Вот так я посыплю вокруг. Будет красиво. Вот. Занимаюсь делами. Вчера с вами поговорила в прямом эфире. А тут что за косточки? А-а-а. И это мой мордик. А это какая-то большая. Вы видите? Эту тоже надо посадить. Это я вот сорвалась на улице. Куда-то надо тоже мне запихнуть. Отлично. Сейчас вот сложу в свою коробочку. Да. Совсем разные косточки. Совершенно право. А может, это не Мамардика? Посмотрите, какие косточки. Это вот так выглядит. А это вот руки грязные. Извиняюсь, в земле. У меня столько горшков пустых. Надо что-то сделать. И сейчас сюда. В очках. Потому что не вижу. Можно было одеть, конечно, перчатки. Но я не сообразила вовремя. А уже поздно. Вот так посыпаю. Вокруг. И посмотрим. Уже самое время сеять. Ну и сейчас здесь тряпкой протру опять. Мой муж разговаривает с племянницей. Очень активно. Сегодня расскажу. Сейчас как озле им подарок получила. Думаю, уже заранее, что на ужин приготовить. Есть у меня фасоль. Утром сделала ему судюк. Ему там, у меня супчик был доел. Не утром, а в 2 часа дня. Как будто корова съела такое чувство. Почему у меня такие спазмы? Погода меняется. То солнечно, то пасмурно. Ну вот, я сделала все. Сейчас я полью. Кстати, Ашкен вчера лег в 7 утра. Я в 5 легла, а он в 7. Смотрела тикток. Вообще в шоке. Я вам расскажу сейчас, что там в тиктоке творится. В шоке, девочки, в шоке. Так, думаю, что мои птички не сожрут ничего. Ну все. А вот и я, друзья мои. Если вы знали, как у меня голова болит. Ну я пришла к вам. Сделала макияж и пришла к вам. Не знаю, дурачусь. О чем бы я хотела с вами поговорить? Как Озлем восприняла подарок вообще в Турции и рассказать чуть-чуть о семье Озлем. Может, вы думаете, что все так хорошо, но не все так хорошо у нее. Мне ее по-своему жалко, по-женски. О чем бы я хотела поговорить? Сегодня с утра мне звонят, звонят иностранный номер. Я не отвечаю никогда. Не турецкий какой-то. А мой муж потом сказал. Это говорит номер ширкет, какого-то офиса, какой-то организации. Звонят мне, звонят, звонят. Я взяла, открыла. Девушка какая-то там. А я просто поздно встала сегодня, так как я в пять часов уже, повторяю, слегла. Из-за ТикТока расскажу тоже новости, что творится в ТикТоке. И я так сонным голосом ответила. Она мне начала что-то говорить, я не поняла. Я говорю, тур тебе ли, миор, лучший ответ. И все. Звонит, 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 звонит. Думаю, да что это такое? И тут мужа разбудила. Говорю, ответил. Алло, таким голосом строгим ответил. Говорит, по-русски, говорит, мы знаем. Я так поняла, что это они нашли переводчика. Думаю, да что такое? А я говорю, да, здравствуйте, они, здравствуйте, Тура, говорит. Ну, на таком ломаном, наверное, русском говорит. Мы, говорит, вам из Сепет Чичеки, из корзин, вот что вот я заказ сделала для Узлима. Вы, говорит, там мне указали улицу, номер улицы. О, блин, как Узлим написала мне без номера улицы. И потом, значит, я говорю, минутку начала искать. Думаю, может, я что-то пропустила, сообщение. И он так хорошо разговаривает. Ничего страшного. Говорю, вы извините, говорю. Мне очень многие звонят, иностранные номера, и я не отвечаю. Потому что это какие-то сапоги, мужчины звонят. Когда мой муж отвечает, они сразу, все, извините, ошиблись с номером. И я так не нашла улицу, потому что она не отправила мне номер улицы. И Ашкем говорит, там вот напротив такое-то здание, находит на голосовой громкую. Я включила связь, и он услышал, и все. Вот, представляете, 12 часов было дня. И вот они мне писали, оказывается, кучу сообщений. Ей звонили тоже. Она тоже не ответила. Потом. Что было дальше? Я ей написала сразу поздравление. Они говорят, ну, сейчас мы отнесем ей. Я спросила, когда отнесете подарок? Сейчас отнесем. Я ей, значит, написала, отправила поздравление из Ютуба. И так, вот такая песня, хорошая поздравительная открытка. И она мне пишет, я говорю, я тебя люблю. И она пишет мне, спасибо, моя дорогая, Енген-Джим. Ну, невестушка, я тебя тоже люблю. И думаю, почему она ничего не сказала про подарок? А мне пришло смс, что оставили напротив соседей. Думаю, боже мой, воскресенье, где моя Озлем ходит? Я, говорит, удивилась с мужем, решила позвонить. Звоню ей, говорю, Озлемчик, поздравляю. И на громкую связь с мужем вместе песенку спели мы с ним. И потом начали расспрашивать, что делаешь? Я, говорит, тоже только встала, завтра готовлю. Я говорю, где твой муж? Говорит, тебя поздравил? Нет, говорит, ты когда он меня поздравлял? Да, вот такие вот есть семьи тоже. А она говорит, я, говорит, одна, говорит. Я говорю, а чем занимаешься? Да, говорит, мне все, звонили, звонили. Мне какой-то иностранный номер звонил, я не ответила. То в дверь кто-то стучался, я не ответила, никого не жду. Соседи, все. И мы так ее подводим к тому, чтобы она хоть что-то сказала. А я говорю, как можно соседям? Они же тебя хотят поздравить. Все, знаю же, что если у соседей оставили цветок, то соседка сразу же принесет. И, короче говоря, наконец-то Озлем сказала. А мой муж когда спросил, а это Гая или как ее там? Не приходила? Тогда приходила, какой-то цветок принесла. Ай, и вдруг, и так мимолетно. Цветок принесла, говорит. Говорит, Енгинджим, это ты мне отправила? Я говорю, слава Богу. Говорю, и шалах, ты вспомнила про цветок. Ой, спасибо, я говорю, а муж что подарил? Какой? Ничего, но у них, знаете, какая семья. Когда, говорит, он мне что-то дарил? Ну, дарил было. Когда он был в Дубае, он дарил, я отправлял тоже цветы. Но он какой-то совсем не такой, как мой муж. Вот они, Озлем, Эндер, они такие активные, жизнерадостные, разговорчивые. Он, телефон и все. Ну, об этом я расскажу в другом части. Так что вот так вот поздравили Озлем. И, представляете, мы не можем выйти никуда, потому что очень все строго. И она, говорит, сын, говорит, ее выбежал и убежал от полиции. Еле быстро забежал домой и, говорит, никуда не пойду. Так что вот такое вот у нас такие строгие ограничения, не выйти, ничего. О чем бы я хотела с вами поделиться? Немножко опущусь. Друзья, в Птитоке, что творится, это кошмар. Там и трансвестистов можно найти, и все. Вчера я просто листала ленту. Ну, несмотря на то, что очень много инвалидов тоже публикуется, это ничего. Но такая красивая девушка была в эфире. И с мужским голосом. И просто на нее засмотрелась, загляделась. Несмотря на то, что я женщина, но очень красивая. А мужчины так льет, с ней стать гостем. Есть же такая функция в Инстаграме. Хотите стать гостем. И так же и она приглашает какие-то заказы, задает вопросы. И так раз их, и деньги зарабатывают. Деньги у них идут. А еще дальше начала листать. Смотрю, девчонки. По пять человек сидят, так и деньги просят. Просят нагло, деньги в титоке. Сейчас же много осталось без работы. Молодая сидит. Мне 22 года. Такая скромненькая музыка, турецкая. И вот сидит такая. Спасибо большое за подарки. Спасибо. У меня, говорит, понедельник, день рождения. Спасибо. Если вы, говорит, мне подарок сделаете, вот так ей начисляют деньги. Я не знаю, сколько начисляют. Я уже туда не уникала, но я в шоке. Вот это мне так засмотрелось. Кстати, уже второй вечер так. И все в 4-5 часов они сидят, покрытые женщины с головой. То же самое. Другие некоторые показывают такую картину. Сидят в ванной комнате и коленки. Да как будто на унитазе такое чувство у меня было. Я вообще была в шоке. В 3-4-5 часов, чем занимается молодежь в Турции. Вот так вот. Не знаю, может, то, что я нахожусь в Турции, это выходит у меня, появляется в ленте. А Шкэму говорю, это что такое? Как просят нагло. Ну, пожалуйста, ой, Диан Мимчик, если кто-то начислит деньги, они такие благодарны. Бебеги, мой владенец, мое солнышко, спасибо большое за подарок, спасибо. Спрашивают, где ты там разденешься? Нет, я говорю, не разденешься. Короче, такие вещи. Я в шоке была. И вот у меня сон ушел до 5 часов утра. Ну, не противно. Не такая ситуация. Неприятная. Я убеждаюсь во всем, что в любой стране, кто как может, так и зарабатывает. Пускай не скажут, что в одной стране это есть, а везде есть. В этом ТикТоке я такое навиделась, что наслушалась. Уши у меня бантиком свернулись. Ну, все, моя хорошая. Думаю, что наконец-то загружу вам нормальное видео. Смотрите мой эфир, который был. Я вчера сделала прямой эфир. Быстро загружу вам видео. Ну, а на той неделе продолжим. Уже сегодня не выйду в эфир. Голова болит. Буду заниматься своими делами, отдыхать. Все, пока-пока. Спасибо вам большое за ваши просмотры. Спасибо.